Добрый вечер. О событиях в стране и мире к данному часу расскажу вам я, Сергей Гергель и мои коллеги из информационной службы канала Хабар 24. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном обсудили по телефону Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мерзиоев. Об этом сообщает пресс-служба Аккорды. Главы государств также затронули тему хода реализации договоренности на высшем уровне и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. В Алматинской области стартовали совместные антитеррористические учения стран ОДКБ. В них принимают участие войска специального назначения пяти государств дружества. Больше 700 человек личного состава, 70 единиц боевой и спецтехники, свыше 500 стрелковых и артиллерийских вооружений, а также авиация. В течение трех дней отработают все этапы спецоперации. Это обнаружение незаконного вооруженного формирования до полной ликвидации условных террористов. Командует учениями заместитель главнокомандующего национальной гвардии генерал-майор Альберт Маткаримов. Это, по сути, четвертые учения, которые мы проводим совместно с формированием сил специального назначения. Ранее такие учения были проведены на территории России, Армении, сейчас мы проводим на территории Казахстана. Особенностью наших учений будет являться то, что мы создали и поставили перед собой задачу создание единого оперативного штаба по руководству этими учениями. Министр энергетики Канад Бузумбаев назвал стоимость бензина в Казахстане одной из самых низких, дешевле, по его словам, только в 11 странах мира. Об этом глава Минэнерго сообщил в ходе правительственного часа в Мажелесе, посвященному развитию нефтегазового сектора. К подтверждению своих слов, министр Бузумбаев привел данные международного агентства Global Petrol Prices по ценам на нефтепродукты среди 167 стран мира. Часто мы слышим, что у нас там самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства, которое ежемесячно дает свои данные с равными от 160 стран мира. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дистопливу 14-е место. То есть дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 странах мира. Дешевле нас только в такие страны, как Венесуэла, Иран, Кувей, Туркменистан. Справки о несудимости, о наличии либо отсутствии недвижимости, а также адресную справку теперь можно заказать с помощью мобильного телефона. На портале ЕГОВКИЗ запустили новый телеграм-бот, который предоставляет самые популярные госуслуги через СМС. Для его использования необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан, говорят разработчики программы. Отмечу, за последние 8 лет число пользователей порталом ЕГОВ выросло в 650 раз и составило больше 7 миллионов человек. Сегодня мы запустили в соответствии с согласованием с Министерством информации и коммуникации Телеграм-бот электронного правительства. Вы можете получить 4 госуслуги, самые популярные и топовые на портале ЕГОВ. Последствием регистрации своего номера в личном кабинете через Телеграм-бот захоронить у себя на телефоне, либо отправить на e-mail. При этом авторизация будет вестись через СМС-код. Я думаю, что 4 госуслуги топовые – это только начало. В дальнейшем мы будем с ЕГОВ переводить в такой формат омниканальности и другие услуги. Центр правовых услуг открылся в Алматинском областном суде. Его запустили в рамках реализации республиканского проекта «Семь камней правосудия». Основная цель – оказание населению комплекса услуг по урегулированию споров и конфликтов. Для создания благоприятной правовой среды в здании областного суда теперь открытый кабинет медиации. Сегодня же здесь заключили четырехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве между областным судом и руководителями департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, профсоюзами региона и ЦОНа. Центры правовых услуг будут работать в штатном режиме. В данном правовом центре будут работать на постоянной основе и на бесплатной основе. Медиатор, адвокат, а также нотариус. Остальные госорганы по согласованию будут работать. Астанинский экономический форум освещали средства массовой информации из 120 стран мира. На самых разных языках журналисты цитировали высказывания участников форума. Наш корреспондент Асхат Ниазов в перерывах между своими материалами наблюдал из-за работы иностранных коллег. Портал ЭФЭ популярен не только в Испании. Это независимое информационное агентство входит в пятерку крупнейших мультимедийных порталов мира. Одна из тем, которая вызвала повышенный интерес у испанских журналистов, подписанная с Ираном соглашение. Подписание договора о свободной торговле между ЕС и Ираном совпало с критическим моментом, когда США всего неделю назад вышли из ядерной сделки. Специализирующиеся на изучении ЕС эксперты рассказывают, что договор между Евразийским Союзом и Ираном ждали давно, и это означает, что внешняя политика США является неэффективной. Журналист испанского информационного агентства Джеймс Русса провел на форуме два насыщенных на новости дня. Однако нам все-таки удалось записать с ним интервью буквально на бегу после очередной дискуссии на полях форума. Я посетил сессию, где выступал управляющий Международным финансовым центром. Он рассказывал об инвестиционном фонде, куда и откуда идут деньги, о положительной практике и о созданном инвестиционном климате в стране, благодаря которому иностранные инвесторы уверенно вкладываются. Об этом я хочу написать тоже. А вот Марию Петрову на форуме интересовали больше не панельные сессии, а спикеры. Ее издание пишет только для своих подписчиков, инвестиционных фондов и банков. Мария рассказывает, что в эти дни очень сложно было договориться об интервью. Дни у всех были расписаны поминутно. Тем не менее, нам удалось встретиться с министром финансов. И мы надеемся также поговорить с Байтереком. Ожидается, что приватизация все-таки произойдет в этом году. Первые три компании и Астана, и Казатомпром, и Казатомпром все-таки будут приватизированы, частично приватизированы. И пакет акций будет продана сначала на бирже в Астане, и также будет, возможно, листинг в Лондоне. Попасть на Астанинский экономический форум можно было только его участникам и журналистам. Ведь именно последние продолжают передавать всему миру то, о чем дискутировали первые. Это неразрывная связка. И, как рассказывают сами журналисты, после каждого АЭФ они сами начинают чувствовать себя экономистами и финансистами. Асхат Ниазов, Анвар Товикелов, Хабар, 24, Астана. В Восточно-Казахстанской области горит сосновый бор на площади около 10 гектаров. По предварительным данным, больше 70 человек сейчас проводят тушение пожара в лесной зоне Красно-Кордонского лесничества, неподалеку от Семеи. Об этом сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям. На месте пожара работает личный состав и высокопроходимая техника лесников и пожарных. С неба для патрулирования совершает облет вертолет авиалесоохраны. Гарнизон управления по ЧС Семея поднят по тревоге для усиления дополнительных сил и средств. Ликвидацию пожара усложняют погодные условия, в частности порывы ветра до 20 метров в секунду. Встречения отряда номер 2 и 18 единиц техники и 40 сотрудников лесного хозяйства. Из Усть-Каменогорска в Семеи вылетел вертолет Ми-8 с водослевным устройством. Выехали два водовоза, то есть для тушения, ликвидации пожара. По среднему синоптиков на 15.00 температура воздуха в лесной зоне составляла 27 градусов выше 0. Кроме того, сразу в нескольких районах Кустанайской области тушили лесостепные пожары. Загорание сухой травы и березовых осколков произошло в Карабалыкском, Федоровском и Кустанайском районах. Как сообщают в комитете почи, пожары локализованы. Китайскую провинцию Ганьсу накрыла мощная песчаная буря. Как сообщает агентство Reuters, в считанные минуты целый регион остался под слоем песка. Особенно пострадали автомобилисты. Всем, кто в это время был за рулем, пришлось прекратить движение, так как видимость упала до 10 метров. Местные метеорологи сообщили о штормовом предупреждении. Угроза новой песчаной бури сохранится в течение еще 12 часов. На Анкару вновь обрушился сильный дождь. Затоплены районы, находящиеся в низине города. В некоторых частях турецкой столицы встало транспортное движение. Вода затопила подземные переезды сразу в нескольких микрорайонах. Водители и пассажиры вынуждены были оставить транспорт. Напомню, это уже второе наводнение, вызванное обильными осадками. Ранее, 5 мая, на Анкару обрушился сильный дождь, унесший жизни шести человек. Как отмечают метеорологи, это был самый сильный ливень в Турции за последние сто лет. Тогда ущерб от наводнения составил 1 миллион турецких лир. Как эффективно тушить пожары на высотных зданиях, оперативно ликвидировать последствия катастрофы и чему обучат будущих спасателей. Эти и многие другие вопросы двустороннего взаимодействия обсудили на совместной коллегии МЧС Казахстана и Кыргызстана, которая состоялась в Бишкеке. В числе самых важных проблем чрезвычайной ситуации на сопредельных территориях. Из семи областей Кыргызстана с Казахстаном граничат три – Чуйская, Сыкульская и Таласская. По своей природе возможные чрезвычайные ситуации в этих регионах связаны с реками. К счастью, оползни, сели и наводнения обходят эти места стороной, но это не значит, что к ним не нужно готовиться. Другая проблема – дорожно-транспортные происшествия. По статистике, это самые часто происходящие ЧП, причем на территории обоих государств. Их взаимодействие спасателей здесь уже налажено. Впрочем, как и во всех других областях, применение сил МЧС двух республик. Мы составили полный перечень сил и средств, которые привлекаются в случае вот этих крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Данная платформа является очень актуальной для нас, потому что жизнь на месте не стоит. И многие технологии, которые проведение поисково-спасательных работ, ликвидационных мероприятий, они тоже развиваются. Поэтому обмен мнениями, обмен опытами – это очень важно для обоих сторон. Нынешняя двусторонняя коллегия МЧС четвертая по счету, но только в рамках этого соглашения, потому что спасатели встречаются между собой гораздо чаще. Это происходит в масштабах Центрально-Азиатского региона, а также в рамках ОДКБ. Стали нормой совместные учения для отработки навыков двустороннего взаимодействия на случай ликвидации последствий крупномасштабных катастроф природного и техногенного характера. Это вопросы и обучения, и методики, которые мы нарабатываем в ходе практических действий. Это работа при тушении и ликвидации пожаров в высотных зданиях, соответственно, которая очень актуальна, потому что новое строительство требует новые подходы. Это система подготовки наших молодых специалистов на базе нашего Кокшетаусского технического института, где как раз проходит обучение граждан Республики Кыргызстан для подготовки своих кадров. По квоте, предоставленной Казахстаном, сейчас в Кокшетаусском техническом институте обучается 28 кыргызских студентов. Это будущие спасатели, проходящие подготовку по специальностям, наиболее востребованным в Кыргызстане, который собственной базой для обучения специалистов пока не располагает. Самый масштабный случай взаимодействия спасателей двух республик – тушение крупного лесного пожара в Кыргызском ущелье Чичкан. Тогда для локализации огня была привлечена авиация казахстанского МЧС. В нынешнем году кыргызские спасатели намерены приобрести два малогабаритных вертолета для собственных нужд. Таким образом, в случае необходимости ликвидацию чрезвычайных ситуаций будут вести уже совместные силы. Бакыч Румаша, специально для Хабар-24, Мишкек, Кыргызстан. 650 миллионов тенге задолжали бюджету автовладельцы западного Казахстана. Это долги по транспортному налогу. Как выяснилось, число злостных неплательщиков в регионе превысило за 30 тысяч. Сейчас в суде находится 12 тысяч производств по взысканию долгов. 21 автомашина была арестована и водворена на штрафстоянке. Сотрудникам департамента госдоходов приходится выезжать в рейды с полицейской системой «Автоураган». С начала года система автоматического видеоконтроля уже задержала 400 автомобилей, владельцы которых уклоняются от уплаты различных долгов, в том числе налогов в бюджет. Нами принимаются все необходимые меры, направляются материалы к судебным исполнителям. Далее к судебным исполнителям налагается арест на имущество и запрет на выезд из республики Казахстан. На системе «Автоураган» выявляются административные правонарушения. Также данная система позволяет выявлять задолженности водителей, которые не оплачивают административные штрафы, неоплаченные алименты, даже неоплаченные коммунальные услуги. И то позволяет автосистему «Поток» выявлять при помощи техники. Подобные системы также установлены на четырех стационарных постах, которые находятся на выездах с города. К другим темам. Экспорт мяса крупного рогатого скота в Китай и Иран с этого года наладят животноводы Алматинской области. В одном из ведущих предприятий репродукторов Аллакольского района сейчас содержится больше 15 тысяч голов племенного скота мясной породы Абердин-Ангус и Гирифорд. В скором времени здесь запустят откормочные комплексы и мясокомбинат. Закрытый цикл производства позволит увеличить объем поставок за рубеж. Гульнар Жантасова с подробностями. Пять с половиной тысяч голов Абердин-Ангусов и Гирифордов сюда, к подножию живописных отрогов Джунгарского Латау, были завезены из Австралии пять лет назад. За это время поголовье выросло до 15 тысяч. Предпочтение именно этому виду крупного рогатого скота решили отдать благодаря их породным качествам. Буренки хорошо акклиматизируются и легко переносят высокие и низкие температуры. Поэтому их круглый год содержат на улице. Сейчас здесь практикуется пастбищный метод. Гурты выпасаются на 50 тысячах гектарах. По периметру передвижения скота установлена электроизгородь. Благодаря электропастухам это своего рода противоэпидемическая мера. Скот у нас передвигается самостоятельно. Такой метод дает преимущество вырастить здоровое стадо, поскольку при содержании в закрытых помещениях есть риск заражения какой-либо простудной инфекцией. Да и трава у нас экологически чистая. Корм без ГМО. Еще из плюсов задержать именно такое стадо. Абердин, Ангус и Гирифорд отличаются высокой скороспелостью и прекрасным качеством мяса. Изначально хозяйство работало как репродуктор. Бычки реализовывались на племя местным фермерам. С увеличением поголовья решили ставить скот на откорм. Сейчас на откормочной площадке содержится 5000 голов. Ежедневный перевес составляет 2-1,5 килограмма. Также достраивается этот убойный цех. Рассчитывается на 40 голов убоя и в год до 6-7 тысячи голов примерно. У предприятия уже есть опыт реализации мяса на экспорт в Россию и Кыргызстан. С введением в строй целого комплекса, включающего в себя откормочные площадки, мясокомбинат, планируется расширить поставки продукции еще в ряд стран. Активно приезжают граждане Китая, Иран. Очень активно смотрят скот. Я думаю, что с этого года начнем экспортировать в Китай какую-то часть, какую-то часть в Иран. В перспективе расширение поголовья. В скором времени, благодаря реализации всех планов, здесь будет содержаться 30 тысяч голов племенного скота. Гульнар Жантасова, Ожас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Отдаленные аулы Восточного Казахстана постепенно обеспечивают качественной питьевой водой. Среди них и населенные пункты Айгусского района. Сейчас водопровод прокладывают в селах Дунинбай, Кенкалат и Старая Майлина. С подробностями наш корреспондент в регионе Руслан Шикабаев. В селе Дунинбай вот уже несколько дней кипит работа. Внутри аула началось возведение долгожданного водопровода. На эти цели из республиканского бюджета было выделено около 270 миллионов тенге. Этого коммунального блага пенсионерка Бахаджамал Абилханова ждала много лет. Сейчас она одна из тех, кто ежедневно следит за тем, как ведутся строительные работы. Если будет вода, то аул сразу оживет. Люди перестанут переезжать и останутся здесь. Начнут сажать огороды и активно займутся животноводством. Я довольна тем, как ведутся работы. Уверена, что водопровод будет сдан в срок. Качественной питьевой водой этим летом будет обеспеченный селокен Кулат. Недалеко от аула была пробурена скважина. Сейчас ведутся работы по ее укреплению и по проведению водопроводной сети в населенный пункт. Программа по снабжению сел питьевой водой добралась и до нашего аула. Мы этому очень рады. Работы ведутся. И уже в ближайшее время у нас в домах будет вода. Селокен Кулат, как и старая Майлина, является небольшими населенными пунктами. Для обеспечения этих аулов качественной питьевой водой из районного бюджета было выделено всего 45 миллионов тенге. Создана программа по обеспечению малых сел питьевой водой. Это позволит быстро решить проблему в населенных пунктах. Ведь для больших проектов нужно время. Поэтому до конца 2020 года все села Айагозского района с населением чуть больше 200 человек будут обеспечены качественной водой. При этом не останется в стороне и сам районный центр. В этом году в Айагозе завершится четвертый этап по реконструкции канализационных и водопроводных сетей. И таким образом район будет обеспечен питьевой водой на 54%. Руслан Шакобаев, Медитумирханов, Берег Жабалайулы, Айагозский район, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Далее выпуск продолжат новости спорта. Их подготовила моя коллега Жанара Дулатова. Вам слово. Спасибо, Сергей. Саймон Йейт стал победителем 15-го этапа веломногодневки Джиро Ди Италия. Спортсмены на этот раз преодолели маршрут в 176 километров. Были четыре категорийные вершины. Колумбийцу удалось опередить Мигеля Анхеля Лопеса из Астаны и Тома Димулена из Санве. Отмечу, группа из пяти велосипедистов отстала от лидера всего на 41 секунду. Так, спортсмен укрепился в общем зачете гонки. Его отрыв от Димулена вырос до 2 минут 11 секунд. Третье место занимает Доминика Пацавива. Немного инстинкта. Когда мы сошли со спуска, я увидел, что был небольшой разрыв между несколькими парнями. Поэтому я попросил Джека Хейга усилить темп. Затем Джордж Беннет атаковал. Я чувствовал себя хорошо, поэтому я не упустил момента, чтобы вырваться вперед и уйти. И мне это удалось. Третий титул в сезоне на счету Рафаэля Надаля теннисист одолел Александра Зверева и выиграл Мастерс в Риме. Матч продолжался чуть больше двух часов и завершился со счетом 6-1, 1-6-6-3 в пользу испанца. Для Александра Зверева это первый проигрыш за последние 13 матчей. А вот Рафаэлю эта победа принесла 78-й титул в карьере и третий по ходу нынешнего сезона. Напомню, в этом году Надаль первенствовал на соревнованиях Монте-Карло и Барселоне. Сейчас он возглавляет рейтинг теннисистов, вновь опередив Роджера Федерера. Это была потрясающая неделя. Получить такой трофей незабываемо. Финал был тяжелый, эмоциональный. Что касается победы, то во многом мне помог перерыв. Сейчас мы понимаем, что пауза помогла с тактической точки зрения. Нужно было немного удачи, чтобы переломить ход поединка. Я вышел на корт после перерыва с решительностью и четкой стратегией. Невероятно, что у Зверева нет хороших результатов на мейджорах после того, что он показывает на мастерсах. Ему просто нужно время. Тем временем подрастает новое поколение чемпионов в детских садах. Усть-Каменогорска преподают уроки тенниса. Занимаются с малышами сертифицированные тренеры. Такой опыт внедрили уже в девяти дошкольных учреждениях. В планах увеличить число занимающихся этим видом спорта. Над задачей работают детские тренеры в рамках международной программы «Теннис до десяти». Сейчас на востоке страны порядка сотни детей до пяти лет демонстрируют ловкость и элементарные навыки игры. Отмечу, что за последние пять лет по программе подготовили 150 юных участников республиканских турниров. Мы сертифицировали ряд преподавателей детских садов, с которыми мы сотрудничаем. Они владеют навыками тенниса, могут в принципе поставить технику ударов любому ребенку справа, слева по даче. Ребята, которые уже втягиваются в теннис, приходят к нам подготовленными спортсменами. А в Южно-Казахстанской области завершился международный турнир по боксу среди школьников, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, обладателя Ордена Красной Звезды Умирбая Соколы. Сильнейших выявляли в весе от 28 до 60 килограммов. 184 сильнейших спортсмена участвовали из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В финал вышли только казахстанские боксеры, казалардинские и южно-казахстанские мастера. Кожаные перчатки поделили между собой призовые места во всех 17 весовых категориях. Я принимал участие в 8 соревнованиях, в 5 одержал победу, а теперь решил попробовать свои силы в этом турнире, который посвящен памяти моего деда. Было трудно, противники очень сильные, но я смог одолеть всех. Сразу два турнира по стендовой стрельбе стартовали сегодня в Шимкенте. Это 9-я летняя спартакиада среди школьников и студентов и гран-при Южно-Казахстанской области по стендовой стрельбе. Участие принимают более 80 спортсменов, соревнуются стрелки из 6 городов и областей Казахстана в возрасте от 12 до 20 лет. Состязание продлится до 26 мая, победители получат возможность проявить себя на международной арене. Это соревнование является для молодежи отборочным турниром для участия в Кубке Мира «Зуль». Гран-при Южно-Куэ является отборочным турниром для участия в Кубке Мира «Мальта». На сегодняшний день спортсмены показывают достойный результат. Есть подтверждение мастера спорта. Поэтому мы хотим сказать, что соревнование проводится на должном уровне. Ну и это была последняя новость к данному часу. Следите за развитием событий вместе с Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова